Название Spirit in Motion. Презентация будет сделана тремя девушками. Меня зовут София Гивейдер. Я буду представлять свой дебютный фильм «Док движения». Сначала мы с вами посмотрим трейлер, а потом мы вам больше расскажем о героях и производстве. Прежде чем рассказать о героях и о проекте, я бы хотела рассказать историю из моего детства, которая послужила фундаментом для этого фильма. Когда мне было 7 лет, я и раньше этого помню человек, он был нашим родственником, у него была ментальная инвалидность. Человек был очень работящий, добрый. Я помню, как он сажал меня на колени. Помню только хорошее, доброе, позитивное отношение, но у него была ментальная инвалидность. Он был как ребенок, он не мог отличить даже денежные купюры, там 10 рублей, 500 рублей. Его нельзя было одного отпустить за хлебом. И когда мне было примерно 9 лет, у него был уже довольно взрослый возраст, и он заболел. И никто не мог понять, что с ним происходит, потому что он не мог этого объяснить. Его положили в больницу. И через 3 года он умер. И человек этот умер от безразличия, потому что его там не только не лечили, его положили в коридоре. И его даже не кормили там на протяжении этих 3 дней. И вот это событие, оно осталось во мне. И когда я узнала, что в России пройдут первые Паралимпийские игры, мне показалось это как ничто заслуживающим, чтобы об этом был сделан фильм. Потому что для России это, повторюсь, первые Паралимпийские игры, в отличие от Олимпийских. Я тогда была студенткой, и, конечно, создание фильма о Паралимпиаде казалось чем-то несбыточным. Но я заканчивала в ГИК, и продюсерский центр в ГИК-дебют предложил запускаться на дебютную картину. И я подала заявку о Паралимпиаде, и ее поддержал также, кроме продюсерского центра в ГИК-дебют, который существует при нашем университете кинематографии, студия моего мастера Сергея Мирошниченко, студия «Остров». Мы начали делать ресерч по героям, и я поняла, что нужно делать фильм, который сможет показать, однороден ли мир в своем отношении к людям с инвалидностью. Так ли везде обстоит ситуация, как в России, или есть что-то лучшее, или есть что-то более катастрофичное. И мы выбрали героев из разных частей света, каждый из которых представляет один из шести зимних паралимпийских видов спорта. Первая героиня — это Вивиан Хёш, она представляет Германию. Паралимпийские игры в Сочи были ее дебютными играми. Девочка родилась с тремя процентами, она видела 3% из 100% и постепенно теряла зрение. В 9 лет она перестала видеть совсем. Тем не менее, это невозможно представить, она живет отдельно от родителей, она передвигается сама на транспорте, она ездит на работу каждый день, она работает в полцентре. При этом она выступает в лыжных гонках, она едет за своим гидом, который подает ей голосовые команды, и стреляет из лазерной винтовки. Ей в уши идет звук через наушники, и чем выше звук, значит, тем ближе она к цели. Помимо этого, она также играет на пианино, пишет музыку, у нее куча друзей, она ведет очень активное образ жизни. Следующий наш герой — это Бразилия. Бразилия первый раз принимала участие в зимних паралимпийских играх, и, соответственно, Андре Синтра, бразилец, тоже первый раз принимал участие. И также вид спорта, в котором он участвовал, был заявлен на паралимпиаде первый раз — это парусный убор. Андрей Синтра 18 лет попал в аварию, ему оторвало ногу, но он говорит, что это не самое главное испытание, которое он пережил в жизни, потому что спустя год погибли его оба родителя, и на руках Андрея осталось двое детей, младший брат и сестра, которые еще ходили в среднюю школу. И Андре бросает свою учебу, он учился на философском, открывает небольшую фирму, которая, в общем-то, за 10 лет превращается в довольно крупную компанию по производству косметических средств. Следующий наш герой — это Хайтао Ду, Китай. Единственный спортсмен в лыжных гонках, который выступает без обеих рук. В пять лет он схватился за высоковольтные провода, операцию у родителей не было денег. Платить она стоила 10 тысяч юаней, и мальчику его досрочно выписали и дали сразу же справку о смерти, хотя ребенок еще был жив. Но мальчик был очень сильный, он не умирал, и родители рискнули сделать операцию в домашних условиях. Дедушка ампутировал ему руки в домашних условиях без наркоза. Сегодня Хайтао один из самых сильных спортсменов Китая. Следующий наш герой — это Джейсон Сауэр, Австралия, горный лыж и человек, принимавший наркотики с 15 лет. В 2010 году в Рождество произошла передозировка наркотиками, отнялись обе ноги, и врачи сказали, что либо смерть, либо ампутация. Естественно, он выбрал жизнь и говорит, что я счастлив жить, счастлив быть без ног, но быть свободным от наркотиков, заниматься горными лыжами. Следующий наш герой — это Рико Роман, США, слэдж-хоккей. Отец двух детей, мотивационный оратор, ветеран войны в Ираке, который подорвался на мине, потерял ногу, ее ампутировали, но тем не менее он продолжает активный образ жизни, выступает в США с лекциями и возвращает других ветеранов к жизни. В Сочи их команда получила золото. Следующий наш герой — Алексий Салмон, он товарищ Рико Романа. В шесть лет его усыновила семья из США, Джозефа и Сью Салмоны. Игра в Ванкувере финальная, где они также получили золото, была выиграна именно благодаря Алексию. Я забыла, хочу добавить, что он родился в России, родился с исправленными конечностями, родился он таким из-за аварии в Чернобыле, и вот поэтому он был усыновлен американскими родителями. Последний наш герой — это двойной портрет Оксана Слесаренко и Андрей Смирнов. Они представляли Россию в Керлинге на колясках, дебют паралимпиада в Сочи стала для них дебютной. Тем не менее, они вернулись с нее, с этой паралимпиады с серебром. Они получили инвалидность в одном году, в одно время года, лежали в одной больнице, но познакомились только на льду. Спустя много лет и создали в России первую команду по Керлингу на колясках. Я хочу сказать, что мы снимали этих героев у них дома. Мы снимали эпизоды из их жизни. Когда мы провели две экспедиции, Международный паралимпийский комитет заинтересовался нашим проектом. И в связи, в ходе долгих переговоров, они присвоили нашему фильму статус официального фильма паралимпийских игр в Сочи. Этот статус был выдан впервые в истории. В связи с этим мы смогли попасть на паралимпиаду и продолжить съемки наших героев. Кто-то из них победил, кто-то проиграл. Среди наших героев есть те, кто получили золотые медали, есть те, кто получили серебро, есть те, кто не попал вообще. Но каждый из них объединен тем, что он является для меня воплощением этого духа в движении. Я передаю слово Ольге Митько, нашему исполнительному продюсеру. Осталось одна минута. Я постараюсь кратко изложить основные моменты. Как мы могли ознакомиться в каталоге, производящей студией является студией Остров, а также продюсерский центр Гиг Дебют. К настоящему моменту картина вышла в монтажно-тренировочный штури, соответственно, около месяца продолжается монтаж картины. Бюджет картины составляет 278 тысяч евро. В настоящий момент существуют определенные финансовые проблемы, но, скажем так, они не ключевые. Сюда мы пришли для того, чтобы найти партнеров и соучастников, которые помогут нам показать эту картину по всему миру. Поскольку времени осталось немного, я немножко бегала и скажу о том, что мы старались создать картину на высоком технологическом уровне. Снимали с помощью камеры Red Epic. В Сочи проводили многокамерную съемку. Там работало пять камер. Бертолетные, статикансные съемки. Все это имело место на нашем проекте. Мы имеем ряд обязательств, которым мы точно можем дать гарантию, что в сентябре картина будет выпущена. Премьера состоится на канале «Россия-1» осенью этого года. А длина картины? Длина картины 52 минуты. Это уже точно будет. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Камутары, замечания. Кросс-медиа-проекты представлены первым проектом идет проект «Код города», затем «Ренегейт-боксинг-клаб» и затем «Русский дизайн». Кросс-медиа-проект «Код города» – это проект, в котором жители создают портрет своих городов. Проект начался осенью 2013 года. И первым городом нашего проекта стал город Первоуразь. Город недалеко от Екатеринбурга. И именно на его примере мы сегодня будем рассказывать о проекте. Авторами всех эпизодов кинопроекта являются местные жители, непрофессионалы в области кино. Они сами решают, что хотят рассказать миру о своем городе. Сами выбирают места съемки, сами снимают, монтируют историю о своих героях. А вся работа над проектом проходит в кинолаборатории, где им помогают специалисты из области кино. В рамках двух интенсивных сессий. Ну, наш проект является кросс-медийным, потому что он одновременно развивается сразу же в нескольких жанрах. Во-первых, это, собственно, кинокарта. Во-вторых, это полнометражный документальный фильм. В-третьих, это образовательная программа. И в-четвертых, это оффлайновая активность в городе. Расскажу по каждому пункту совсем чуть-чуть. Давай про кинокарту. Да, сначала, Анна, про кинокарту. Основой проекта, такой фундаментом является кинокарта. Боже, нажми, пожалуйста. Сюда. Это просто сайт из интернета, собственно. Он уже работает, мы хотим показать, что проект уже действует в данный момент. Это кинокарта города, первый райс-карта, которые прикреплены историей. Если кошка на любую нажмет, то, соответственно, мы увидим сначала превью, а потом развернется окно, которое впоследствии можно развернуть на весь экран и посмотреть конкретную историю. Сейчас все истории распределены по тематическим слоям. То есть кто хочет, может посмотреть про любовь, кто хочет про спор и, соответственно, по авторам. Впоследствии мы будем делать интерактивную игру, маршруты по Первоуральску. И не только по Первоуральску, но и по другим городам, которые постепенно будут присоединяться к проекту. И делать такую большую кросс-медийную историю по всей стране. Второе направление – это полнометражный документальный фильм. И у меня на флешке уже есть, вот здесь я вот. Ну, Равкат. Да, тот самый Равкат, вот на такой флешечке он уже существует. Это самые лучшие новеллы этих авторов, которые они создали в рамках лаборатории. Объединены, в общем, в код города Первоуральска, его изобразительный человеческий эквивалент. Понятно, что этот полнометражный фильм легко режется на новеллы, может служить, скажем, межпрограммным продуктом на каналах, он может существовать в сети, он может вырастать, каждая новелла, в полноценный документальный фильм. Один из участников кинолаборатории, например, сейчас состязается в Министерстве культуры за право запустить одну из историй, как полнометражный документальный фильм. Герой, который уже есть. Да, Геторик, собственно, это тот самый, так скажем, тизер проекта, вот их здесь 50. Да, мы сегодня 10 послушали, а здесь их 50. А это что? Нет, 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 подожди, Боже, нет. Нет, это было не то слово, не то, кодовое слово. Да, я бы хотела рассказать о том, как проект развивается в городской среде, потому что вот через месяц, в Первоуральске будет День города, и День города мы делаем маршрут по городу, и зритель с помощью, ну не зритель, просто пешеход, с помощью телефона можно сканировать QR-код, например, на пожарной станции, на здании пожарной станции, перейти на кинокарту и посмотреть сюжет про пожарную бригаду, познакомиться с ними и понять, что рядом с ним обитают надежные... У нас, наверное, все не очень хорошо, ЖКХ в стране, у нас с широкополосным доступом в интернет, это лучше и лучше, поэтому реально в Первоуральске можно отсканировать QR-код, и вполне по LTE или 3G, там есть эта сеть, вполне быстро прокачать там себе 3 минуты. И таким образом проект развивается в городской среде и вовлекает даже людей, которые не являются аудиторией на интернете, даже горожане об этом узнают. Ну и, конечно, география. География. Понятно, что в Первоуральск мы попали более случаи, потому что этот проект делался в рамках инициативы домов новой культуры. В России вы, наверное, слышали о том, что мы собирались построить 3 дома новой культуры в Калуге, Первоуральске и Владивостоке, потому что там были местные партнеры, и, конечно, без местного партнера это сделать невозможно. И вот, собственно, достался Первоуральск, но теперь мы собираемся запустить это в Ростове-на-Дону и в Иркутске, ровно поэтому же, потому что и в Иркутске, и в Ростове, ну, у нас есть местная институция, которая является полноправным партнером проекта. Нами заинтересовались, этим проектом, не нами, собственно, а этим проектом заинтересовались в Сочи. Сейчас мы будем разговаривать с подмосковными городами. Смысл заключается в том, что география этого проекта позволит создавать из кусочков кода, вот ДНК, культурного кода маленьких городов, собственно, потом портрет России. И в этом смысле я к коллегам обращусь после трейлера с одним предложением. Наверное, сейчас мы его должны посмотреть, да? Да, сейчас мы покажем трейлер, но это не трейлер фильма, как были предыдущие. Это бэкстейдж, как мы это делали. Это бэкстейдж того, как мы работали в «Первуральской осенью». У нас есть общая тема, рама проекта. Мы делаем код города, мы как бы ищем код города. Мы исследуем город Первуральск. И каждый из сталкеров рассказывает про то, что именно ему интересно показать миру. Добрый день, меня зовут Шубинская Анна. Меня зовут Андрей. Мария Козлова. Александр Раджков. Александр Кирюзин. Первое, о чем я хочу с вами поговорить, это про возникновение замысла. Потому что... Мне очень хочется, чтобы вас от того, чем вы занимались, будоражило. Ай! Я в большей степени занимаюсь монтажом, как искусство. Это основополагающая профессия, потому что зритель видит моими глазами. Сила наша в том, что в нашей команде есть участие «Первуральск», которые знают город и знают по каждому. Соколок, город, гараж, пиры, шоу. Нынче третье место в области заняли команды. Я человек, и я отталкиваюсь от этого. Я не робот этой должности. Юра сказал, я проживу до 99 лет. А я сказала, ну я тогда проживу до 98,5. У нас родился новый творческий союз. Три слова я скажу, я хочу там как бы... Ну, четыре скажу слова. Первое. Проект уже работает. Второе. У него есть четыре таких союзника. Во-первых, власть, потому что мы меняем информационную картину в конкретном регионе, и мы поднимаем все самое интересное, что живет в каждом городе. Он интересен моим коллегам, потому что, если мы будем расширяться по стране, ну, конечно же, нашей четверки храброй не хватит для того, чтобы заниматься кодом города. Поэтому, если кому-то интересна культегерская деятельность, здесь не заработаешь. Здесь можно увидеть жизнь. Пишите мне... И новых героев. Да, и новых героев. Он интересен, собственно, местной творческой элите, потому что они с помощью этого проекта создают то самое публичное пространство, которого так не хватает в наших городах. Они узнают друг от друга и начинают дружить. И он, конечно же, интересен средством массовой информации, потому что та информационная непроходимость, которая существует внутри маленьких городов, с помощью этого вот этот город разрушается. И что еще я хотел сказать вам по-моему, поэтому... Ну, мы очень много можем рассказывать. Уже до новых встреч. Да, да. Будем рады знакомству и какому-то партнерству. Спасибо. Спасибо большое. Есть какие-то комментарии, вопросы? Если нет, продолжаем. Спасибо огромное. Ренегейт боксинг клуб. А, окей. Следующий проект. Ренегейт боксинг клуб. Пожалуйста. Представьтесь. Здравствуйте. Меня зовут Владимир Казлов. Вообще, я себя здесь несколько странно чувствую. По сравнению со всеми другими проектами. Потому что, во-первых, здесь все проекты уже либо на стадии окончания, либо в процессе, а это проект, в котором еще нет практически ничего. Это проект на стадии идей. Во-вторых, опять же, все проекты, которые показывались до сих пор, они очень тесно связаны все-таки с Россией. А мой проект, он, так получается, к России формального никакого отношения не имеет. И, наверное, вопрос, который мне уже задавался, и, наверное, будет задаваться еще не раз вообще, с какого такого перепугу ты вдруг взялся и хочешь делать эту историю, которая происходит там где-то в Нью-Джерси, и с которой у тебя нет никакой личной связи, и с которой нет никакой связи с Россией. Ну, на самом деле, на это есть достаточно много чего возразить, потому что история андеграммного боксерского клуба в Нью-Джерси, который создал человека для того, чтобы ребятам из этого района, очень неблагополучного, очень криминализированного, помочь как-то спастись от наркотиков, от криминала и всего, впрочем, эта история мне близка, потому что я вырос в таком же районе, единственное, что это было в 80-е годы и в Советском Союзе. История, мне кажется, абсолютно универсальной, и в том, что она, например, может быть рассказана какой-то интернациональной группой, автор сценариев француз, со-продюсер и монтажер также из Франции, а режиссером «Будли человек из России», в этом я, в принципе, ничего странного не вижу. Но, с другой стороны, вот такая возможность, что ли, протестировать почву и понять, насколько такой проект жизнеспособен и может быть интересен. Итак, он состоит из трех частей. Первая, основная часть, это, собственно, фильм. Человеческая история, очень визуальная, потому что это спорт, потому что это бокс, потому что это очень интересный визуальный район, в котором это все происходит. Вторая часть, мы предполагали сначала, что это будет компьютерный экран, а потом решили, что это все-таки будет что-то более современное, это мобильное приложение с этими героями, в которых будут какие-то спин-оффы этой истории, больше о них жизни, о том, что они делают, где они живут, вплоть до возможностей с ними пообщаться. И это мобильное приложение, оно будет перекликаться с таким же интерактивным сайтом. На сегодняшний день проект именно в стадии самых предварительных переговоров. Есть небольшая часть бюджета уже есть, она пришла из частных источников. Я, честно говоря, скептически отношусь к возможности какого-то финансирования этого проекта из России, но, с другой стороны, ничего не исключаю, почему бы нет. Информация о проекте, все контактные данные, они есть, я так понимаю, в каталоге, и любая форма сотрудничества крайне интересная, мы готовы это обсуждать. Собственно, все, что я хотел сказать на сегодня, если есть какие-то вопросы, я на них отвечу. Ну вот, вот так. Большое спасибо, там написано, что фильм будет снят на английском языке, это так, да? Да, абсолютно, это англазличный проект, опять-таки. Как я уже сказал, проект не имеет никакого прямого отношения к России. Я с самого начала вижу его как какой-то интернациональный проект, но, с другой стороны, если он будет, я понимаю, что если он будет благополучно реализован, и где-то там будет показан, то, возможно, кто-то его, кто-то заинтересуется, и мы здесь. А трансмедиа, потому что параллельно идет вот это... Да, то есть это будет, как я уже сказал, интерактивный сайт, который, собственно, расскажет больше о жизни этих героев, об их реальности, в которой они живут, потому что в фильм это все ставить невозможно, вплоть до возможностей с ними просто пообщаться. И мобильное... Также мобильное приложение. То есть это абсолютно новая территория. Мне, в принципе, интересно, как некий эксперимент. Ну и сам фильм на английском языке, это эксперимент. Ну и вот работа с трансмедиа, потому что это поле абсолютно новое, здесь нет никаких готовых рецептов, и именно возможность как-то экспериментировать и посмотреть, как это будет работать. То есть нет интереса сделать какой-то просто телевизионный проект. Может быть, эта история... Ну, вернее, я предполагаю, что эта история может быть интересна каким-то там иностранным телеканалам, но не хочется ее задвигать в эти рамки, хотя, конечно, возможен и такой вот какой-то телевизионный вариант в соответствующий форматам. Спасибо большое. Спасибо.